Сирия 16 марта. Военные Турции и РФ сократили протяженность маршрута патрулирования в Идлибе из-за провокаций террористов. Террористы Хаят Тахрир Аш-Шам напали на филиалы сирийского арабского красного полумесяца в Идлибе, угрожает расправой военным и журналистам из РФ, подорвали мост на трассе М4. Турки набирают сирийских боевиков для переброски в Ливию. Очередной военный конвой США был переброшен из Ирака в Хосаку. Самолеты коалиции США были замечены над городом Тель-Брак на севере Хосаки. Курдские боевики обнаружили не менее 10 самодельных взрывных устройств в Раке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. А теперь подробнее. Провинция Алепа. В западных районах Алепа продолжаются работы по разминированию местности. Инженерные подразделения сирийской арабской армии производят зачистку кварталов Аль-Кастела, Старая Алепа, Хан-Аль-Харир, Алин-Зарат в период с 8 до 16 часов. Кроме того, демонтаж оставленных исламистами самодельных взрывных устройств и боеприпасов будет выполняться в населенном пункте Кафр-Хамра. Впервые за 8 лет о полной зачистке территории провинции от боевиков было объявлено 16 февраля. В Африне был открыт пункт призыва для сирийских боевиков, которые желают принять участие в боевых действиях на территории Ливии. По информации медиапортала Nord Press Agency, новобранцев снабжают деньгами и оружием. Агентство новостей Либия-24TV передавало, что многие из тех, кто готов отправиться в Ливию, идут на этот шаг вынужденно, ввиду тяжелых условий проживания, сложившихся в зонах контроля про турецких боевиков. Тем не менее, наибольшему давлению в Африне продолжают подвергаться лица курдской национальности, у которых изымают дома в пользу радикальных исламистов. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник Ибра Джауды. В северных районах провинции вновь вспыхнули вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандгрупп и протурецких сил. Интернет-портал El Naur сообщает о том, что несколько ракет, выпущенных с позиций поддерживаемых Анкарей формирований, упали в районе населенного пункта Маранас. По предварительным данным, под ударом оказались жилые дома. Предполагается, что обстрелы были спровоцированы последними вылазками членов группировки силы освобождения Африна в контролируемых союзниками Турции районах. Накануне по неизвестным причинам ушел в отставку главарь формирования сирийской национальной армии Фадлала Аль-Хаджи. Об этом сообщал медиапортал Step News Agency. Провинция Дейр-Эс-Зор. Военный источник в сети Twitter Dewar-Эс-Зор-24 сообщал о взрыве на пути следования патрулей демократических сил Сирии. В результате детонации самодельного взрывного устройства погибла женщина. Демократические силы Сирии провели рейды в городе Дибан к юго-востоку Аддейр-Эс-Зора. Обыски обернулись арестом ряда сирийцев по неустановленным причинам. Предполагается, что среди задержанных оказались лица, подозреваемые в связях с террористами исламского государства. Как известно, деятельность спящих ячеек ИГИЛ широко распространена в районах, занимаемых курдскими боевиками. Задержанным накануне в городе Дибан сирийским гражданам было предъявлено обвинение в принадлежности к исламскому государству. Тем не менее, как известно, аресты, проводимые курдскими боевиками, как правило, не приводят к минимизации вылазок террористов. Среди задержанных нередко оказываются невиновные жители. Источник в сети Twitter SteelSai.a сообщает о том, что в провинции Дамаск военную подготовку прошли несколько десятков новобранцев Национальных сил обороны. Завершившие обучение бойцы направятся в ДРС ЗОР. Предполагается, что они примут участие в зачистке районов пустыни Бадия Аш-Шам от подпольных ячеек террористов исламского государства. Тем временем, в восточных районах провинции были замечены вертолеты ВВС, возглавляемые США международной коалицией, передает Twitter-канал «Юфрейтис-Пост». О целях преследуемых авиацией Западного Альянса пока ничего не известно. В населенном пункте Эль-Хусейния состоялась гуманитарная акция российского центра по примирению враждующих сторон. Еще одна партия гуманитарной помощи прибыла в деревню Хамбуши в Латакии. Отмечается, что общий вес груза составил более пяти тонн. Провинция Идлиб. Поступили данные о новых попытках террористов воспрепятствовать совместному патрулированию российской военной полиции и турецких военных. Согласно информации новостного портала Эль-Наур, боевики группировки Хаят-Тахрир-Аш-Шам и выступающих на ее стороне бандформирований подорвали мост на пути следования объединенных сил Турции и РФ. Кроме того, исламисты вбили гвозди на дорогах, по которым пролегает маршрут. Напомним, накануне российские и турецкие военные были вынуждены сократить протяженность пути патрулирования из-за использования террористами в качестве живого щита мирного населения. О своем намерении чинить препятствия осуществлению российско-турецких договоренностей заявили террористы Хаят-Тахрир-Аш-Шам. Боевики угрожали расправой военнослужащим РФ или Сирии, которые окажутся в зонах оккупации группировки. Более того, позднее появились сообщения о том, что Хаят-Тахрир-Аш-Шам готова выплатить вознаграждение за поимку или убийство российских военных корреспондентов в размере от 25 до 100 тысяч долларов. Также террористы заявили о пленении одного из высокопоставленных членов исламского государства, скрывавшихся в Идлибе, задержанного боевика, звали Абдула Кардаш. Провинция Рака. В контролируемых курдскими боевиками районах провинции вновь прогремел взрыв. Военный источник в Телеграмм Норс-2 передавал, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное вблизи здания школы в административном центре региона. Поступали данные о погибших без уточнения количества жертв. После двух взрывов, прогремевших в административном центре провинции за последние двое суток, курдские боевики прибегли к обследованию местности на предмет выявления других самодельных взрывных устройств, которые могли быть заложены террористами исламского государства. Проведенные обыски привели к обнаружению не менее 10 бомб. Не уточняется, были ли взрывные устройства установлены здесь еще во время оккупации города террористами ИГИЛ, или же они являются следствием последующей подпольной деятельности членов террористической группировки. После полудня Минобороны Турции сообщила о нейтрализации трех членов рабочей партии Курдистана или отрядов народной самообороны у сирийско-турецкой границы. По данным Турецкого оборонного ведомства, один из них был уничтожен в зоне операции «Источник мира», еще два – в северном Алеппо. Провинция Хосака. Информационное агентство SANA News сообщает о передислокации в провинцию очередного американского военного конвоя. Колонна прибыла села территории Иракского Курдистана через пограничный переход Аль-Валид. В ее составе в Хосаку въехали 62 грузовика с техникой и материально-техническим обеспечением, а также 11 военных автомобилей. Предполагается, что целью переброски подкреплений является сохранение контроля над нефтяными месторождениями. Как известно, Вашингтон при поддержке проамериканских демократических сил Сирии производит нелегальную добычу нефти в богатых энергоресурсами районах Сирии. Информационный портал Эль-Наур сообщает о том, что в северных районах провинции отмечаются вылеты авиации Международной коалиции. В частности, военные самолеты были замечены над городом Тель-Брак, вблизи которого ведется строительство новой американской военной базы. Информационный портал SANA News передает, что военные силы Турции и их союзники продолжают атаковать позиции курдских боевиков на северо-западе Хосаки. Под ударом оказались окраины населенного пункта Тавлет-Альвекаа в районе Тель-Тамра. Министерство национальной обороны Турции публиковало информацию о ходе разминирования местности на границе с Турцией. Сообщалось, что турецких военным удалось демонтировать не менее 25 самодельных взрывных устройств, оставленных курдскими боевиками. Во второй половине дня прогремел взрыв недалеко от Рас-Аль-Айна. Информагентство Эль-Наур передавало, что детонировавшее самодельное взрывное устройство было заложено у штаб-квартиры союзников Турции. Как минимум три протурецких боевика были убиты. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.